Медиамаркт Гейминг В общем, рекорд буквально пропитан духом олдскула Нам предстоит играть в увлекательный гибрид классического трехмерного платформера и шутера от третьего лица На земле разбушевалась эпидемия чумы, которую окрестили смерчем У немногих выживших осталась единственная возможность переселиться на необитаемую планету Дальний Эдем Она испещрена скалами и ущельями, а на поверхности хозяйничают песчаные бури Томас Адамс, известный инженер и ученый, придумал уникальную технологию ядер Если интегрировать одно такое ядро в каркас робота, он наполняется энергией и обзаводится интеллектом Этих роботов и поддерживающих их инженеров люди и отправляют на Дальний Эдем для подготовки планеты к дальнейшему заселению Героиня игры, инженер из первой волны Джу Адамс, слишком поздно просыпается от крео-сна и понимает, что все пошло не по плану Людей не сыскать, роботы бесконтрольны и агрессивны, а города никто не начал строить Девушка намерена выяснить обстоятельства случившегося и найти своего отца, который тоже должен находиться на планете Открытый мир Дальнего Эдема дает игроку выбор – двигаться строго по сюжету или же отправиться путешествовать по своему маршруту На карте много подземелий, а значит в каждой из них можно спуститься, исследовать его и получить за это награду У Джул есть верные роботы-напарники, каждый со своими способностями и характеристиками Например, пес может искать засыпанные песком предметы, обезьяна громить стены и прочие конструкции, а паук лазать по отвесным скалам Но брать с собой можно только двух В игре есть прокачка, реализованная через улучшение напарников Выглядит это так Получая призы за выполнение квестов и подбирая выпавший из побежденных роботов металлолом Игрок, вернувшись на свой вездеход, может совершенствовать своих роботов Прокачка ядра ботов влияет на пассивки протагониста Увеличение здоровья, получение повышенного опыта за убийство и так далее Также добавляя спутнику силу ядер, собранных из побежденных ботов Можно, например, увеличить его урон или крепость брони Управление очень отзывчивое В распоряжении игрока два основных действия — двойной прыжок и рывок Вторая способность не только позволяет быстрее передвигаться по уровню или дальше прыгнуть Но сбить с себя огонь, полученный от встречи с ботами-поджигателями Особый челлендж присутствует только в специальных подземельях с таймером за крупный приз Например, за три минуты нужно проскакать по движущимся платформам с ловушками От точки А до точки Б, попутно стреляя по флажкам При этом упав, начинаешь с контрольной точки, а таймер обратно не сбросится У героини есть только одно оружие, но два режима стрельбы Стандартный, позволяющий строчить, пока пушка не перегреется И режим, в котором сила выстрела сначала накапливается А потом уже порядочно сносит здоровье у нападающего робота Враги, помимо разной величины и техник боя, также отличаются и цветом У оружия джул есть четыре насадки разных цветов на любого врага Если у робота желтое ядро, то, переключив оружие на желтый режим Урона вы ему нанесете ощутимо больше Красные же выстрелы полезны против красных врагов Но также ими есть шанс поджечь врага другого цвета В общем, есть над чем поэкспериментировать Все бы в игре хорошо, но есть ложка с дегтем С визуальной точки зрения продукт не дает нам ничего нового И не вызывает никаких эмоций Дизайн персонажей и окружения глубоко вторичен Все это мы уже видели в десятках играх раньше По сути, весь рекорд — это скрупулезное, бездуховное повторение Всех хороших идей, сжатых в одном проекте А чтобы им не было тесно, механика и сюжет максимально упрощены Зажав прицел на оружие, можно просто давить на гашетку и расслабиться Периодически нажимая рывок Автоприцел намертво цепляется к цели И после смерти он и тут же перескакивает на другую Сюжет же просто подается в записках и аудиодневниках А героиня не вызывает никакого сопереживания Тем не менее, поверьте Игра заслуживает психологического преодолевания раздражающих факторов Рекорд действительно и свежа для нашего времени И уютна в своей узнаваемости Это живая классика, перерожденная на современных устройствах Ураганный темп перестрелок Безудержные прыжки по платформам Методичные исследования подземелий Настоящий подарок для тех, кто соскучился по милым сердцу платформерам Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...